Ну и следующая весовая категория, конечно же, на и легчайший вес у юноши. Так, 53 килограмма. Кемал Облбеков в Киргизии и Роберт Симонян до Армении. И сейчас зал разорвется от эмоций. Наконец-то. Вчера не было ни одного армянского спортсмена в финале. И сегодня на радость всем болельщикам, которые пришли в зал и которые смотрят нас в прямом эфире на радость армянских болельщиков. Вот, пожалуйста, представитель в 53 килограмма. Самый на легчайший вес. Сегодня могли быть еще представители. Вот на ковре номер два, например, очень в упорной борьбе Эрик уступил в полуфинале в тяжах. Он победитель первенства Европы и мог бы побороться за золото в тяжах. Но, к сожалению, чуть-чуть не хватило ему. И мы сейчас смотрим, как его товарищ по команде самый легкий. То самый тяжелый не вошел, а это самый легкий сейчас борется. Со спортсменом из Киргизии. Отрывает захваты. Разведка все-таки у ребят есть. Активно не полезли в атаку. Согнутые стойки. Из такой согнутой стойки через спину бросать, конечно, неудобно. Киргиз это старается сделать, но поэтому у него ничего не получается. Борьба с двумя рукавами. И защита, и нападение одновременно. Сегодня уже не первый раз. Спортсмены много сегодня поборолись с двумя рукавами. Быть может, наступает новая мода. Одно время, вот в 90-е годы, все с косым захватом стали бороться. Чрезмерно практически все из пяти человек, наверное, трое боролось, как минимум, с косым захватом. А вот теперь все чаще стали применять захват с двумя рукавами. Ирбол Таллиген, арбитр этой встречи. Михаил Закаляпинс, боковой судья. И Хосе Вилар, боковой судья. Хосе Вилар, Испания. Закаляпинс, Латвия. Таллиген, Казахстан. Болевой прием выполняет Киргиз. Необходимо синему, чтобы сбежать, что называется, уйти из этого неприятного положения. Поднять до конца или вот за ковер уйти. Все, вот он сейчас поднял. Да, оторвал целиком своего партнера от ковра. Поэтому арбитр дает свисток. И подскажу вам, что 1-0 счет не просто так. Бросков мы не увидели. Судьи высказали свое мнение. В середине встречи два предупреждения есть у синего. И он проигрывает, поэтому 1-0. Два предупреждения за пассивное ведение борьбы. И у красного-то тоже есть одно предупреждение. Зацеп голенью. Есть одно предупреждение. Поэтому если красный остановится, то у синего будут все шансы победить. Просто по предупреждениям. Но сегодня днем мы с вами говорили о тактике. Как накрутить предупреждение, не накрутить. А спортсмен в это время бросал. Ну, надеюсь, что и в этой встрече мы все-таки увидим бросок. Сзади подножка! Акробатическое чудо демонстрирует спортсмен из Армении. То, что он в такой ситуации ничем не коснулся. Ну, ничем изоцениваемой части туловища. Наголу он встал, да. И потом перешел на четвереньки. Вероятно, этот мальчик на тренировке с легкостью может крутануть арабское или сальто назад. Оба спортсмена тащат за собой. Поэтому броски назад предпочтительней. Вот этот перевод в партер, конечно, был невыразительный, признаюсь. А вот что сейчас происходит, это крайне сложно мне объяснить. В общем-то, сорвались атаки у одного и второго спортсмена. И они вот в такое причудливое положение пришли. Громче всех в эфире слышен голос, конечно, секунданта армянского спортсмена. Подворот через спину с колен с двумя рукавами. Без подготовки. Вот это, конечно, юношеская борьба. Подготовки здесь мало. В основном эмоции, эмоциональное желание победить. И вот сейчас Киргиз, конечно, все время без подготовки подворачивается. Но эмоционально он уже побеждает. 30 секунд. Вот армянский спортсмен в атаке. Еще повторная атака. Отвечает ему. И контрит. Это балл. Это балл. Да, вот легенд арбитр встречи показывает оценку. Это было обшагивание в объединении с равновесием скручиванием. А в простонародье для быстроты обшагивание. Сделал подхват. Сначала один, потом стал подхват выполнять уже спортсмен в красной форме. А синий-то скрутил его. Скрутил и теперь выигрывает. 12 секунд. Все поменялось. Все теперь наоборот. Теперь другой догоняет, а другой убегает. Конечно же, сразу в партер полез армянский самбист. Конечно, он тянул время. Эти 12 секунд. Очень расстроен. Гиргиз как не быть расстроенным, если только что он мог быть обладателем золотой медали. Но мы поздравляем Армению с этой наградой. Самой легкой весовой категории. Армянский спортсмен Роберт Симонян становится обладателем золотой медали. Первенство мира весовой категории до 50 где-то 3 килограмм.